После устройства в ней ищешь сотрудника, чтобы узнать, над чем тебе работать. Идя вдоль по коридору, видишь множество разных кабинетов, забитых аппаратурой, значение которой непонятно. Прошло уже несколько часов, а коридор все не заканчивается. Ни в одной лаборатории не находишь хоть что-то знакомое. В очередной комнате встречаешь сотрудника. Сгорбленный дед, наверное, работает тут со времен Сталина. Он явно не выглядит разговорчивым. На все вопросы отвечает нехотя, без какой-либо конкретики, но говорит, что в плане работы все и так понятно. А тебе только надо пройти в свой кабинет и приступить к делу. После разговора ощущаешь, что знаешь номер лаборатории, которая тебе нужна. Она завалена все тем же непонятным оборудованием, но ты вдруг понимаешь, что с ним надо делать. Ставишь опыты один за одним, кропотливо записывая результаты в пожелтевшую от старости тетрадь. Абсолютно не понимаешь, что именно ты делаешь, зачем ты это делаешь. Но для тебя это уже не так и важно. Ты увлечен процессом. От дела отрывает стук дверь кабинета. На пороге стоит растерянный молодой человек. А вы не подскажете, над чем мне тут вообще работать? Да, в общем-то все понятно. Найди свой кабинет и делай, что надо. Краем уха слышишь, как удаляющийся студент бубнит себе под нос. Понабирают стариков, что не спроси, только ворчат и рожу кривят. Помогаешь 70-летнему деду, твоему начальнику, запустить какое-то устройство. Сейчас-то все заработает, на этот раз точно заработает. Дед просит тебя нажать на кнопку. Говоришь деду, что ничего не произошло. Охуевший дед, говорит, молодой человек, как вы тут оказались? И вызывает охрану. Сопротивляешься охране. В итоге, оказывается, что ты тут никогда по документам не работал. Идешь домой. Дверь открывает твой отец, но не узнает тебя. Сидишь и плачешь во дворе. Наблюдаешь на небе только одно солнце вместо двух.